Ландшафт за год с небольшим изменился сильно. Последний раз столько высоких гостей и прессы было здесь ровно год назад, когда был сварен первый стык Южного потока. В старте международного проекта принимал участие президент Владимир Путин. С тех пор газовики успели завести сотни тонн оборудования и стройматериалов. Графики опережаем на 12 подобъектах, с 56 идет опережение. Работа охвачена на 36 объектов. Опережение идет по устройству фундаментов. По возведению металлоконструкции, которые вы видите на заднем плане. Выполнены фундаменты под 4 агрегата, выполнены фундаменты под 5 АО, выполнены фундаменты под монтаж 10 вспомогательных зданий и сооружений, 6 из них собраны металлокаркасы. Сегодня монтируем первый газоперекачивающий агрегат на фундамент. У местных жителей есть переживания по поводу шума. Будет ли он? Я строил до этого, находясь 100 метров штаб, я слышал, что газоперекачивающий агрегат работает только в обеденный перерыв, когда техника заглушена. И буквально в 200 метрах даже не слышно. Можно определить там подымки над выхлопной трубой. Шума не слышно абсолютно за территорией компрессорной. Сегодня состоялось не менее важное событие. «Газпром» установил первый газоперекачивающий агрегат на конечном пункте Южного коридора – компрессорной станции «Русская». Являясь конечной точкой Южного коридора, это одновременно начало Южного потока. Проектируемая мощность станции – 448 МВт. Это позволит без дополнительных технических средств транспортировать глубое топливо на расстояние 900 км. Всего на станции будет установлено 14 газоперекачивающих агрегатов. Она займет 40 гектаров земли. Эта станция самая мощная в мире. Ввод в эксплуатацию намечен на 2016 год. Уже разработаны мероприятия по созданию технической возможности по газификации не только селок-поселков Анапы, Анапы, Анапского района, а всего юго-западного района. Это начиная от Тиморюка, заканчивая Геленджиком, Новороссийском, Анапа и другими регионами. В том числе в зону расширения единой газотранспортной системы будет попадать и центральный краевой центр Краснодарского края – это город Краснодар. Система газопроводов Южного коридора пройдет по 8 регионам страны. Проект ее строительства начат в 2010 году. Завершиться должен к 2017-му. В Краснодарском крае расположатся 4 компрессорные станции. Кубанская в Услабинском районе, Казачья в Крымском районе, Кореновская в Кореновском районе и Замыкающая Русская в Анапе. В октябре 2013 года «Газпром» уже ввел в эксплуатацию станцию Кубанская в Услабинском районе. Протяженность Южного коридора – 2500 километров. По нему пройдут 63 миллиарда кубических метров газа ежегодно. В проект войдут 10 новых компрессорных станций общей мощностью свыше 1500 мегаватт. Так что газа Европе хватит с головой. Вадим Родин, Анапа. Регион.